Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Я назову несколько тем, которые мы будем рассматривать в ближайшее время. Фермеры из ЖТКРы остались без субсидий. Породистый скот из Европы оказался никому не нужен. На грани банкротства сразу две фермы. В тесноте и в обиде в Ледовом дворце Уральска хоккейные шайбы все чаще летят в фигуристов и в конькобежцев. Почему на льду одновременно занимаются разными видами спорта? Жара и пожары держат в напряжении Европу. Во Франции огонь добрался уже до жилых районов. А в Германии из-за сухи обмеления Рейна под угрозой оказалось судоходство. Крупнейшая мечеть в Центральной Азии открылась сегодня в столице. Ожидается, что она также станет центром туризма и новой визитной карточкой мегаполиса. Начнем мы с того, что руководитель столичного участка пассажирских перевозок и его заместитель системно получали взятки от начальников поездов Тулпар Тальга. Так железнодорожники избегали проверок. Всего агентство по финмониторингу установило 27 подобных эпизодов. Виновных оштрафовали на 6 миллионов тенге, лишили их права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Кандидат с поддельным дипломом о высшем образовании собирался стать сельским Акимом Восточно-Казахстанской области. Однако факт фальсификации документов по данным регионального ЦИКа выяснился намного позже. В соответствии с законом о выборах, кандидата самого движенца зарегистрировали в числе четверых претендентов на должность главы Боржанского сельского округа Зайсанского района. Позже обязательную спецпроверку кандидат в Акимы не прошел, у него обнаружили поддельные документы. Впрочем, сам кандидат факт фальсификации отрицает и настаивает на дополнительной экспертизе. 11 августа поступило письмо от Комитета национальной безопасности о том, что у кандидата Ушахпаева Дидара Бахпековича выявлено было грубое нарушение выборного законодательства. На основании письма было проведено заседание территориальной избирательной комиссии. Территориальная избирательная комиссия приняла решение о снятии с регистрации кандидата. Был составлен протокол, утвержден комиссией. Кандидат Ушахпаев был ознакомлен. Сразу две крупные животноводческие фермы оказались на грани закрытия в Кустанайской области. Хозяйство базируется в Житокаринском районе. Несколько лет назад их владельцы завезли породистый скот из Европы. Тогда чиновники фермерам обещали любую помощь от государства. Небольшую часть субсидий они все-таки получили, а потом программу субсидирования несколько раз меняли. В итоге пожелавшие развивать животноводство житокаринцы теперь не могут ни на что претендовать. Единственным выходом из этого положения они называют банкротством. Артем Грапов об этом. Нурлыбек Журуспаев животноводством занимается больше шести лет. Сначала это было мясное направление. Позже приоритеты поменялись. В 2019 из Чехии завез племенной скот. 60 коров сементарской породы. Сейчас в его ферме 100 голов. По госпрограмме затраты на приобретение кормов должны были субсидировать. По крайней мере, так обещали чиновники. По 120 тысяч тенге на голову. Ну я примерно то подсчитывал, это где-то по 7 миллионов в год субсидий. Ну я уже начал рассчитывать, то все, потому что мы эти деньги все взяты в кредит. И думаю, кредит будут частично погашать и для покупки оборудования, для содержания скота. Ну у меня будет хватать. Оказалось, все не так. Скот завезли. Вот он. И теперь субсидии все отменили. Есть и другой вид господдержки. Для молочных ферм субсидируют удои. За каждый литр молока животноводы получают надбавку. На деле, оказывается, не всегда. Эти субсидии мы не можем получить, потому что сейчас надо ферму, которую мы сделали, надо отгородить двухметровым забором. Это порядка трех гектар. Надо порядка 10 миллионов тенге. Это нереально, чтобы 20 тенге получить, это отгораживать на 10 миллионов. Даже, может, я отгоражу эту ферму, а к этому времени закон поменяется. К программе субсидирования есть претензии и у Руслана Шаденова. На его ферме 240 породистых коров. Скотт тоже из Европы завозил. И, как его коллега, субсидии только на приобретение получил. Остальная поддержка осталась только в обещаниях чиновников, потому что программа изменилась, и субсидии могут получать животноводы, у которых в стаде больше 500 голов. Надо просто нам как-то сделать так, чтобы соединили нам не от 500 голов. Мы же завезли из Чехии, мы там не привезли, там, с Камышинского района. Лименной Скотт зарегистрировались, получили статус молочного фермы. Теперь нам тоже надо поддержать. У нас тоже через 4 года будет там 500 до 1000 голов. Но если нам не будет никакого-то внимания, то мы не дотянем. С каждым годом, сетуют фермеры, работать становится сложнее. Сильно бьет засуха. Последние 5 лет в Ждегаринском районе не урожайны, и корма добывать трудно. С реализацией молока в этих двух хозяйствах тоже не все гладко. Сейчас они свою продукцию реализуют в молокоперемные пункты. И за каждый литр получают по 150 тенге. Но этих денег недостаточно, чтобы даже покрыть самые элементарные расходы. Получается, что работают они себе в убыток. Пока животноводы барахтаются в море своих проблем, чиновники от районного Акимата разводят руками и ситуацию никак не комментируют. В областном управлении сельского хозяйства подсчитали, в этом году в Кустанской области только на сферу животноводства выделено 7,5 миллиардов тенге. 40% из них уже освоены. То есть, если верить официальным данным, дошли до адресата. Саму же систему субсидирования в Казахстане намерены реформировать. Идет работа по пересмотру всех действующих правил субсидирования. То есть, это не только правила животноводства и других. Соответствующие изменения в правила планируется ввести с 1 января 2023 года. То есть, будут пересмотрены направления субсидий, которые будут убирать, которые будут оставаться. А пока реформаторы думают об изменениях, ждекаринские животноводы готовятся закрывать свои фермы. В таком режиме они продержатся еще года два. И если ситуация не поменяется, им придется весь скот пустить под нож. И не важно, что он племенной и европейский. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг. Кустанская область. Хабар, 24. В Уральском ледовом дворце невозможно воспитать чемпионов. Говорят тренеры, все чаще хоккейные шайбы летят в шорт-трекистов и фигуристов. Все из-за расписания. Оно настолько плотное, что одновременно на льду занимаются несколько групп по разным видам спорта. На днях в социальных сетях появилось шокирующее видео с травмами юных конькобежцев. Наши корреспонденты обратились с вопросами к чиновникам от спорта. Специалисты облспорта признают на видео воспитанники Уральской детской юношеской школы. Но травмы прошлогодние. Между тем, проблема до сих пор не решена. Старенький ледовый комбайн буквально не успевает обновить лед между тренировками. Расписание у нас начинается с полвосьмого утра и до десяти вечера. Ледовая арена загружена настолько, что между тренировками у нас остается максимум 15 минут. И то это только для заливки льда. Только шорт-трекистам, чтобы подготовиться к чемпионатам, нужно минимум по три часа занятий каждый день. Не говоря о том, что на единственной ледовой арене тренируются десятки возрастных групп по пяти видам спорта. В самой спортшколе 620 воспитанников. Помимо этого, лед арендует частные спортклубы. А по выходным дворец спорта открыт для массовых катаний. В планах строительства нового дворца с двумя ледовыми аренами строить будет частный инвестор на свои средства. Работы начнутся в следующем году, а срок сдачи объекта 2024 год. А пока решено разгрузить арену за счет пересмотра расписания. С началом учебного года занятия здесь будут начинаться в 6 утра, а последние тренировки будут заканчиваться в полночь. Если учесть, что число желающих записаться в спортшколу растет с каждым годом, уральцам, наверное, стоит ожидать и ночных занятий на льду. В Карагандинской области к первому сентября образовательные учреждения готовы на 85%. К новому учебному году приводили в порядок свыше 140 школ и детских садов. Некоторые здания капитально не ремонтировались 70 лет. В одной из таких школ побывала Марина Золотарева. 64-я школа капитального ремонта не видела 70 лет. Крыша протекала, а из старых окон все время дуло, вспоминают старожилы. Двухэтажное здание, построенное в 1950-м, ремонтируют уже третий год. Сегодня работы завершены. Школа готовится встретить около 400 учеников и 40 дошколят. На ее базе действует мини-центр. Замена окон у нас в 2020 году произведена была. В 2021 году у нас произведена замена кровли, полностью ремонт кровли, жесткой и мягкой кровли. В этом году у нас фасад школы и также санузлы, ремонт санузлов. Также была замена полов на первом этаже. В этом году в области ремонтируют 143 учебных заведения, 32 из них капитально. На реставрацию объектов выделено 5,5 миллиардов тенге. Некоторые здания капитально не ремонтировались десятки лет. В первую очередь кровля. Если там течет, тогда мы должны сделать первую очередь кровлю. Если там холодно, тогда отопление. И, соответственно, место отопления, замена окон, потому что там идет потеря тепла. И потом уже ремонт фасада идет. Потом уже на оставшиеся суммы внутренняя отделочная работа. С начала июля в области заработали мониторинговые группы. Они проверяют готовность школ к учебному году. На 85% работы в образовательных учреждениях завершены. Ремонтируется и 27 дошкольных учреждений. Всего в области свыше 400 детских садов и мини-центров. Школ в регионе 405. В сентябре сядут за парты свыше 17 тысяч первоклассников. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зубыхар, Краганда, Хабар, 24. Зомби-пожары, города-призраки, полевой дьявол. Жара до сих пор держит в напряжении Европу. Территория многих стран превратились в сухие поля и выжженную землю. Во Франции огонь добрался до жилых районов, сжигая на пути дома и автомобили. В Германии из-за засухи назревает катастрофа. Уже в ближайшее время может быть полностью остановлено судоходство по обмелевшему Рейну. По словам ученых, такой засухи в Старом Свете не было 500 лет. Подробности в нашем обзоре. В нескольких регионах Франции из-за очередной волны жары массово гибнет рыба. Озеро в заповеднике Лимузена обмелело настолько, что и обитателям стало просто негде жить. Активисты вылавливают оставшуюся в живых рыбу сетями и перевозят в другие водоемы, где, к слову, уровень воды также ниже нормы. Из-за пересохших водоемов фермерам нечем поливать поля. Под угрозой урожая подсолнечника и винограда в половине департаментов страны объявлен самый высокий, кризисный или красный уровень опасности. Несмотря на аномальную жару, жители еще и просят экономить воду. А еще электричество. Последнее связано с энергокризисом в ЕС. А на юго-западе Франции новые территории поглощают лесные пожары. Разрастающееся пламя, которое уже видно из космоса, с начала лета уничтожило до 50 тысяч гектаров. В департаменте Жеронда пламя вынудило 10 тысяч жителей покинуть свои дома. Так местная коммуна Беленбелье превратилась в город-призрак. Там эвакуировали всех сельчан, а пламя оставило после себя разрушенные дома и обгоревшие машины. Виной столь обширного разрастания огня спасатели считают так называемые зомби-пожары. Это очаги, которые ранее потушили, но они продолжили тлеть и снова вспыхнули. На помощь французским пожарным прибыли сотни коллег из других стран Евросоюза. В Португалии с огнем борются неделю. Здесь горит самый крупный охраняемый природный парк страны, который занимает площадь в тысячу квадратных километров. Здесь находится популярное туристическое место, самая высокая вершина страны – гора Торы. Португалия этим летом пережила несколько волн жары. Юль стал самым жарким за всю историю наблюдений. На 45% материковой части страны наблюдается крайняя засуха. На остальных территориях засуха просто сильная. Заметно снизился уровень воды в местных реках. В Германии мелеет главная река страны – Рейн. На водоеме уже показались так называемые голодные камни. Предвестники того, что уровень воды упал до критической отметки. Эксперты опасаются, что в ближайшее время может полностью остановиться судоходство. А это поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки угля, зерна, нефти и металлов. Более того, местные энергоконцерны заявили, что обмеление может привести к перебоям в работе электростанции уже в сентябре. Помимо этого, власти переживают за безопасность граждан. На высохших участках реки находят опасные находки – снаряды времен Второй мировой войны, которые могут сдетонировать. Высокие температуры вновь накрывают Великобританию. Великобританию в некоторых частях королевства вступило в силу предупреждение об экстремальной жаре. Воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию. На фоне жары жители Англии стали свидетелями редкого природного явления – так называемого пылевого дьявола. Вихрь образуется в ясный день, когда земля сильно прогревается, отчего воздух поднимается и начинает вращаться за счет ветра или рельефа местности. Пылевые дьяволы выглядят как торнадо, но обычно безвредны. В Калифорнии придумали способ, как привлечь туристов в жаркие дни. Администрация штата установила дождевую будку на Виннис-Бич в Лос-Анджелесе. Чтобы охладиться в жару, калифорнийцы выстраиваются в очередь у этой будки. Для них это особое место. Так как летом в штате не бывает дожди, и желающие могут сделать фотографии с видом на дождливый Сиэтл. По словам представителей Совета по туризму, дождевая фотобудка также появится в южных штатах Америки. К новостям в Казахстане. Сегодня в столице свои двери открыла самая большая мечеть в нашей стране и во всей Центральной Азии. Напомню, строительство храма казахстанские иностранные зодчие вели более трех с половиной лет. Вынужденную паузу на объекте взяли по причине пандемии, но в итоге это не помешало воплотить проект в жизнь. Возведение мечети шло исключительно на деньги спонсоров. Из бюджета страны не было потрачено ни одного тенге. Так заявляют авторы. Тимур Казагулов оценил красоту и масштабы новой визитной карточки нашей столицы. Самая большая мечеть в Центральной Азии. С сегодняшнего дня это звание носит новая столичная архитектурная доминанта. Главная мечеть, как именуют ее авторы проекта и религиозные деятели, поражает размерами. Общая вместимость мечети 235 тысяч человек. Из них 200 тысяч могут молиться на открытом воздухе. Еще 35 внутри здания. Поэтому показателю мечеть вошла в мировой топ-10. Главная мечеть страны уникальна не только своими размерами. Слово «самый» и «самое» здесь буквально на каждом углу. Самый большой купол в мире. Самая большая люстра, самая большая стена киблы, где написаны 99 имен Аллаха. Самый большой ковер и самые большие витражные двери в мире. Возводили религиозный объект буквально всем миром. Материалы для строительства и отделки привозили из таких стран, как Новая Зеландия, Турция, Иран, Индия, Италия, Германия и многие другие. Оценить красоту и масштаб новой мечети. В первый день открытия пришли тысячи жителей и гостей столицы. На открытии пятничный намаз люди шли нескончаемым потоком. Тут и старый Мелад, иностранцы, и местные жители. Очень изящно. На самом деле это восхитительно. Особенно 99 имен Аллаха, которые расположены прямо на основной стене. Это очень впечатляет. Впечатление вообще огонь. Мечеть красивая, очень большая. Прекрасно выглядит. Приятно сюда приходить. Массивные ворота очень красивые. В восточном стиле. Видно, дизайн очень хороший, продуманный. Эта мечеть, безусловно, настоящий подарок и жемчужина столицы и страны. Хотел бы отметить, что башни миноретов состоят из пяти частей. Это символизирует пять столпов ислама, вера, молитва, пост, закат и паломничество. Башня на левом крыле названа туристической. Прихожане и посетители смогут подняться на лифте и полюбоваться столицей. Высота миноретов, к слову, 130 метров. Купола больше 83. Главная красота, говорят авторы проекта, как и у человека, кроется внутри. За каждой каллиграфией, колонной и элементом интерьера стоит колоссальный труд. Я просто хочу сказать в отношении мрамора, который вы видите. Мрамор – это Сесилин Перлата. Он добывался в карьере Италии. Совершил путь через Средиземное море, Суэрский канал, Индийский океан, китайские железные дороги, Нур-Султан. Общая протяженность трассы составила 22 тысячи километров. Кроме молельных залов, в мечети также расположили учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана, телестудию, офисы, магазины и музей. Общая площадь составила больше 68 тысяч квадратных метров. Тимур Казагулов, Ержан Рахманбердиев, Хабар-24. Житель Петропавловска Виталий Анисиферов создает понтонный катер для прогулок по реке Исиль. Выезжать на экскурсию на нем можно будет на целые сутки. Судно предприниматель планирует оснастить всем необходимым оборудованием. Вот только развитие такого вида туризма пока стоит под вопросом. Бизнесмен не нашел поддержки местных властей. Кристина Юсичева расскажет подробно. Чистая вода, легкий бриз и виды на город с непривычного ракурса. Несколько лет назад жители и гости Петропавловска получили возможность прогуляться по озеру Пестрому на катере. На борт они приходят за новыми впечатлениями. Сегодня первый раз. И вообще первый раз на Пестром. Так получилось, что как-то не купалась. Мне очень нравится. Интересно. Недавно была на Волге, но могу сказать, что здесь нисколько не хуже. Житель Петропавловска Виталий Анисифоров своим увлечением плывучих сооружений решил занять перспективную нишу. Сейчас он занимается строительством нового понтонного судна. Оно будет в два раза больше первого. Понтонный тип теряет в скорости, теряет в эксплуатационных каких-то характеристиках. Но скорость в нашем случае это не главное. Главная безопасность. Значит, изготовлены понтоны из пластика, разделенные на 8 секций. В случае, если вдруг что-то произойдет, возможно, до трех секций пробой судно не потеряет остойчивости. Поэтому это максимально безопасно. Новый катер будет ходить по реке Исиль. Предполагается, что на нем будут и две каюты за спальными местами, камбуз и гальюн. На маленьком катере мы специально прокатились, посмотрели, что можно сделать людям для развлечений. То есть это не просто ехать за столом, сидеть так, чтобы это было с детьми и семьей, чтобы они могли что-то посмотреть. Мы очень были удивлены, насколько красивые места по реке Ишим. Насколько Ишим меняется в ближайшие буквально 10 километров. Можно сделать очень хорошую экскурсию. Но как это часто бывает, предприниматель не нашел поддержки местных властей. Его проект не входит ни в какую программу развития туризма. Поэтому возникли проблемы с арендой земельного участка. Для того, чтобы проводить техосмотр судна. Разбирать и собирать его каждый год нереально, говорит Виталий Анисифоров. В этом случае мы, конечно, вынуждены будем просить у Акимата выделение какого-то участка в прибрежной зоне в аренду, для того, чтобы мы могли организовать базу хранения его. К сожалению, предварительно у нас какие-то разговоры были, но, по крайней мере, мы пока еще никакого ответа не получили. Вот в этом сложность. То есть если мы этот проект запустим в следующем году, что мы будем делать осенью, я не знаю. Предприниматель все же надеется на поддержку, так как считает, что его бизнес-идея будет способствовать развитию местного туризма. Аналогичных проектов в регионе нет. Просьба освободить причал. Сойти на берег. Кристина Юсичева, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар-24. В зоопарке Великобритании родился жираф редкой породы Ротшильда. На кадрах, снятых с сотрудниками, видно, как он впервые встает на ноги и идет к своей матери для первого прикорма. Смотрители зоопарка назвали детоныша жирафа Стэнли в честь одноименной горы. Отмечу, эти животные по-прежнему являются одним из видов млекопитающих наиболее подверженных риску в Африке. Благодаря программам по сохранению исчезающих видов, их популяции удалось приумножить в Восточной Африке до 2500 особей. А мы на этом закончим, немного позже вернемся. До скорого!